Наша безопасность Андрей Иванович, здравствуйте Здравствуйте Уважаемые радиослушатели, если у вас есть вопросы, вы можете задать их по телефону прямого эфира 3-174 Также сегодня мы проводим голосование на тему Доводилось ли вам обращаться за помощью к своему участковому? Если ваш ответ да, звоните по телефону 3-14-20 Если ваш ответ нет и такой необходимости не возникало, звоните по телефону 3-14-21 Андрей Иванович, ну давайте, прежде чем поговорим о победе вашей в этом конкурсе Узнаем о том, как, собственно, народный участковый стал участковым Ну, участковым я стал обыкновенно То есть ничего здесь нет такого фантастического Служил в армии Вернулся домой в мае 2009 года После чего начал решать вопросы о трудоустройстве И вот более судеб посоветовали попробовать в милицию устроиться И сразу же я попал в службу участковых полномочных полиции Тогда еще милиция Где до сих пор работаю Ну, надеюсь, что успешно Вы знаете, а вот бывает ведь по-разному Бывает, что человек выбирает работу А бывает, что работа выбирает человека Вот в вашем случае как было? В моем случае считаю, что я выбрал работу Сейчас уже мы вместе друг друга выбрали Работа меня, а я работаю То есть я рад, что работаю в службе участковых И очень доволен своей работой А до службы армии в школьные годы Как-то задумывались о таком варианте развития карьеры Или нет? Все-таки годы были тогда непростые К милиции относились И очень неоднозначно Думал, конечно Но как бы Особого сильного желания И стремления не было Но сейчас как бы Не жалею О своем выборе И считаю, что нужно было раньше Наверное, мне устроиться все-таки В милицию Скажите, а сколько вы уже лет работаете в полиции? Я работаю 4 года 9 ноября будет ровно 4 года Как я устроился в полицию А за эти 4 года не возникало сомнений В правильности выбранного пути? Может быть поначалу очень сложно было? Что-то не получилось? Были какие-то проблемы? Милиция все-таки это особенное место Там работать сможет далеко не каждый При устройстве на новое место работы Без проблем и трудностей не обойтись Благодаря своим руководителям, коллегам Друзьям Никогда без помощи не оставался Всегда мне подсказывали Что-то неправильно делал Объясняли, как нужно сделать правильно Найти правильное решение Спасибо им огромное за это Никогда не задумывался о том, чтобы уволиться Пойти куда-то работать в другое место Очень мне нравится работа И пока, по крайней мере, даже на ближайшую перспективу Не рассматриваю других вариантов И надеюсь, что не буду рассмотреть Ну хорошо, вот о другом месте работы Вы не задумывались Милиция это ведь очень большое и сложное подразделение Там много различных структур Не думали, как-то попробовать себя в других ролях Дознавателя, следователя Или, в общем, хотите уже идти именно по выбранному пути И дальше только в начальство Насчет начальства Не думаю пока Нет, я не хочу никуда пока переводиться Нет такого желания Я знаю, как работают исследователи и дознаватели И сейчас исполняем периодически роль дознавателя Уезжаем на осмотр места происшествия и так далее Поэтому стремления перейти в другую службу у меня нет А вы можете сказать, что вам работа нравится Или, может быть, даже вы ее любите? Абсолютно верно Именно так и есть Нравится или любите? Нравится или я ее люблю Ну, у меня, в общем, потихоньку начинают пропадать сомнения Почему вы стали победителем этого конкурса Ну что же, Андрей Иванович, давайте поговорим о победе Вы ведь участвуете не первый раз Не именно в этом конкурсе, а вообще в различных мероприятиях А когда вы в первый раз стали участником? В первый раз я стал участником в 2011 году На конкурсе профессионального мастерства Который проходил в городе Нижний Новгород Проходил он два дня Проводился в Центре профессиональной подготовки Главного управления Петчгородской области Там я занял второе место Был награжден ценным подарком В виде ноутбука В 2012 году Также проводился данный конкурс Я уже занял третье место Получил благодарность За это Вот В 2013 году Данный конкурс не проводился То есть профессиональное мастерство Он проводился в конкурсе народной участковой Второй год подряд Путем голосования в сети интернет Ну вот получилось Что занял первое место Андрей Иванович Ну для города Ценность конкурса Конечно неоспорима Это прежде всего момент для гордости А вот для вас лично Как для человека Как для профессионала В чем заключается ценность конкурса Это помогает вам как-то Не терять мотивацию При профессиональном росте Ну конечно Это один из стимулов в работе Что Тебе доверяют Ну опять же Победа В любом конкурсе Как бы Радует человека Люблю побеждать вообще Скажите А вообще Вот Если так взять Пошире говоря Мотивация О стимулах То есть Чем по вашему Должен руководствоваться Сотрудник полиции Я слышал Есть разные люди Кто-то ставит себе задачу Искоренять преступность И фанатично этим занимается У кого-то более приземленные мотивы Кто-то идет ради зарплаты Вот вообще Чем должен руководствоваться В работе Сотрудник полиции Ну чем-то одним Руководствоваться Наверное нельзя Тут должно быть Все в совокупности То есть опять же Любая работа Должна достойно оплачиваться У нас работа Как-никак связана Все равно С риском для жизни Для здоровья Соответственно В настоящее время Оплата Хорошая Стабильная И поэтому Соответственно Мотивация Для Ну Для работы На раскрытие Например Преступлений Уже То есть тоже повышается И в совокупности Достойная зарплата Желание работать Поддержка коллег Поэтому Работаем Стараемся На благо общества Мы я думаю Еще по ходу эфира Вернемся к этому вопросу К отдельным его аспектам Расскажите пожалуйста Андрей Иванович В двух-трех словах Что это вообще за профессия Так и участковой Уполномоченной полиции Решение каких задач Возложено на ваши плечи Участковая Уполномоченная полиция Это Блажноосное лицо Которое Основная его работа Заключается в общении С гражданами Это человек Который В большей массе случаев Первый прибывает На место происшествия К нему первому Обращаются люди Своими проблемами Круг задач Очень большой Обширный Это и Раскрытие преступлений Выявление административных Правонарушений Профилактика Преступлений Правонарушений Задачи связаны Также с безопасностью Дорожного движения В общем Патрулирование улиц Тоже входит В наши задачи Работа с подучетным Элементом С лицом Стоящим на учете Можно сказать Что участковая Уполномоченная Это самая приближенная К земле должность Работаете почти со всем Дальше уже Это начинает расходиться По отдельным подразделениям Подознавателем По следователям Вот Но так или иначе К любому преступлению Которое совершено На территории Участковая Уполномоченная Причастена в любом случае Абсолютно верно Мы с вами успели До эфира поговорить Вне зависимости от того Что и в какое время происходит Участковая Уполномоченная Всегда ставится в известность И вызывается На место преступления Как я понял Естественно Скажите А с какими преступлениями Правонарушениями Приходится иметь дело Чаще всего Все-таки город у нас Более-менее спокойный К счастью Ну в основном Это кражи Большая доля краж Также грабежи Разбоев давно не было Угоны Автотранспортных средств Давайте сразу Разберемся Чем отличается Кража от грабежа Способом совершения То есть кража Это тайное хищение Имущества Когда лицо Которое похищает Уверен Сумма похищенного Если при краже Например Сумма влияет На тяжесть преступления То есть от 1000 до 2500 Это будет первая часть Свыше уже вторая часть Из квартиры Это третья часть Тяжь преступления То при грабеже Даже если у вас Открыто похитили Пачку сигарет Это уже будет Конченным составом Преступления Друзья Телефон прямого эфира 3074 Если у вас есть вопросы Звоните Задавайте Также мы проводим Голосование на тему Доводилось ли вам Обращаться за помощью К своему участковому Если ваш ответ Да Звоните по телефону 31420 Если ваш ответ Нет Звоните по телефону 31421 Пока что Голоса распределились Следующим образом 66% Дозвонившихся Действительно Обращались К участковому за помощью И только 34 Говорят Что никогда не прибегали К такому способу воздействия Андрей Иванович А краж Значительно больше Чем грабежей Да Значительно больше краж А с какими кражами Как правило Имейте дело То есть это квартирные кражи Кражи из магазинов Мы имеем дело И с квартирными кражами Но их случается Ну крайне мало Скажем так В основном У нас находится На обслуженной территории Садовые Садовое общество Красная звезда То есть кража Оттуда Производится Происходит Потому что Садоводы Например В зимнее время Не появляются Не видят И сложно раскрыть По той причине Что очень длительный Период времени Обнаружения Последний раз Были например В августе Приехали в марте Чего-то отсутствует Когда это произошло Установить сложно Гаражный краж Много Но благо Раскрываются Из магазинов Ну из магазинов В основном Совершаются там Мелкие хищения То есть административные Правонарушения Бывает конечно И Уже Преступление Совершается То есть кража Из магазинов Ну Там раскрыть Легче Потому что в основном В магазинах ведется Видеонаблюдение Достаточно высокого качества И Установить лицо Очень просто Андрей Иванович У меня к вам Вот такой вопрос Недавно Прочитал новость Которая меня удивила Некий молодой человек Решил обокрасть квартиру Забравшись в открытое окно Или балконную дверь Я Если честно Сейчас Более точно не вспомню Мне казалось Что у нас таких преступлений В городе Не было уже очень давно Они только начинают появляться Или это действительно Какой-то единичный случай Порыв отчаянного человека Как раз данное Преступление Было совершено На территории Обслуженной Нашим участком Пунктом полиции Непосредственно Принимало участие В раскрытии Данного преступления Оно было раскрыто По горячим следам Буквально через 4-5 часов После обнаружения То есть Молодой человек Употребляет Наркотические вещества Ранее судимый Привлекался к уголовной ответственности Через балкон Оставленный открытым Первый этажа балкон В 11 часов дня Во дворе Где много людей Как бы бабушка Сидит на лавочках Залез Похитил Денежные средства Фотоаппарат После чего скрылся К нами было лицо Это установлено Часть имущества Изъята Включая деньги 2000 Были только изъята В 10 Случается Такое совершается Это все-таки Пока единичный случай То есть За год Такой второй случай Именно через балкон Один случай был Граждане находились В квартире С утра заявили Что Ночью было проникновение Через балкон Похитили вещи То есть Даже Жильцы спали И Мудрился Вор Залезть И похитить имущество А этот Тоже случай Касался квартиры Которая располагалась На первом этаже Это было в ночной Только единственная Разница В ночное время И как бы Растительность Кругом Кусты И не видно было балкона Скажите А за те 4 года Что вы работаете Бывали случаи Когда злоумышленники Пытались вскрыть Замок входной двери Ну вот лично На моей памяти Я Не помню такого У нас По крайней мере Не было На территории Обслуженной Ну я думаю Как мы все Прекрасно Успели понять Потерпевшие В общем Наверное Сами проявили Преступ Ну невнимательность Которая привела К тому Что было совершено Преступление В недавнем случае Судя по всему Дверь в которой Жильцов не было Была оставлена С открытой Балконной дверью Ну и во втором случае И в первом случае И во втором Двери балкона Были открыты Только единственная Разница Сейчас холодно А так раз же Была Жарко было То есть У всех Будли балконы Открыты Хорошо Андрей Иванович А в чем заключаются Основные сложности Вашего ремесла В широком смысле слова Да нет сложности Никаких По идее Все просто Непонятно Ну вот смотрите Очень часто Ведь говорят о том Что у сотрудников Полиции Практически Не остается Времени на семью Потому что Приходится часто И по многу работать Плюс Сейчас Во многих Подразделениях Сложилась ситуация Когда Реальная численность Состава Не соответствует Ну грубо говоря Той которая должна Быть предусмотрена По штату Вот у нас Такие проблемы есть Да конечно Они Наверное По всей России Эти проблемы С некомплектом Личного состава В том числе И в нашем управлении Ввиду этого Приходится конечно Больше работать Но Если не мы будем работать То Кто будет работать Другой Приходится И Поэтому приходится И с женом терпеть Самим конечно Хочется И с детьми побыть Но Мы отделим форму Мы должны это делать Никуда нам от этого не деться Андрей Иванович Как по вашему Почему люди не идут Служить в полицию Даже учитывая то Что недавно прошла реформа Были серьезно подняты Зарплаты И сейчас Человек который Трудится в полиции Может в общем достойно Обеспечивать себя И свою семью То есть люди пугаются Объемов работы У людей какое-то Неправильное представление О полиции Или Они приходят Но их кандидатуры Отвергают Честно Я даже не могу ответить На этот вопрос Почему люди не идут Есть просто ситуации Человек идет Но не может пройти Предположим Медкомиссию Или психологический тест Таких много тоже людей Сейчас Как я понимаю Здоровых Абсолютно Очень мало Я не знаю Почему не привлекает Людей службы полиции Я бы посоветовал Все таки устраиваться Полицию Нормальная работа Не хуже других Я тоже в свое время Поработал И на стройке Поработал И на дороге И асфальт ложил Там есть с чем сравнивать Есть конечно И я не считаю Что Наша работа хуже Думаю даже лучше Хорошо Давайте еще по поводу Сложностей Продолжим Насколько важны В вашем деле Доверие и поддержка Населения Потому что Ведь у нас Почему-то повелось Что Ну Назовем это прямо Стучать нехорошо Вот бывает Вообще ситуации Когда Обращаешься к людям Которые Могут быть Свидетелями преступления И чувствуешь Нежелание говорить Да конечно Люди Чего-то боятся Просто Человек не понимает Что Сегодня Он Не помог Мне Потерпевшему Не сообщив Какую-то важную информацию Через месяц Через два Та же ситуация Может случиться С ним И ему Также не помогут А насчет Стучать Не стучать Я не считаю Стукачеством Это Мы не где-то Находимся На зоне Чтобы Такими понятиями Говорить И Почему Стукачество Человек совершил Преступление Нужного найти И наказать Сегодня Наверное 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 Всегда И будет То Что У многих Например Осуждены Дети Допустим Уже Мамы Думают Что виновата Полиция В том Что Ее Сын Сидит Или Муж Сидит Но Ведь Мы Ни в чем Не виноваты Виноват Человек Который Совершил Преступление Отлично Ну Мое Мнение И Осуждает Его суд Не мы же Судим И Говорит Что Полиция В чем-то Виновата Это Считают Неправильно Виноват Человек Который Совершил Преступление А то Что Мы Нашли Мы Просто Выполнили Свою Работу Нашли И доказали Его Вину Все Андрей Иванович Общаться Главным Образом Вам Часто Приходится Общаться С людьми Вот На своем Участке Многие Вас знают Но если Хотя бы Не по имени Отчеству То в лицо Ну Я думаю Многие Меня знают За 4 года Уже Наверное И примелькался До такой Степени Но опять же Отчисляем Квартирный Обход Знакомимся С гражданами Есть у нас Документы Которые Мы заполняем При обходе Жилого сектора То есть Паспорт На жилой дом Также Владельцы Оружия Проверяем Элементарно Если посетить Всех владельцев Оружия Это Очень большая Армия Такая Людей Поэтому У них есть Жены Дети Зашел в одну квартиру Минимум 4 человека Тебя уже знают В лицо Поэтому думаю Что Много граждан Уже не знают Скажите А вот Когда к вам Поступают Сообщения О якобы Произошедших Или готовящихся Преступлениях Это в основном Люди пожилого возраста Или нельзя Какую-то отдельную Группу выделить Нет У нас бабушки Известны Своей бдительностью Они все видят Часто проводят Время на улице Ну элементарно Вот Последний краж Квартирный Бабушки сидят На улице Лавочком напротив Буквально 50 метров Может быть 60 Ну почему-то Вот они ничего Не увидели Никто никуда Не позвонил Не сообщил Бабушек Они наблюдают Только одно Это если идет Девушка Или парень Это значит Наркоман Скорее всего Или молодые люди Сидят где-нибудь На детской площадке Это уже 100% Наркоманы Или алкоголики По этому поводу Взывают А когда совершается Реально какое-то преступление Как бы сигналы Редко поступают А дети звонят? Ну когда вот Поднимаешь трубку И слышишь явно голос Или школьника Или совсем маленького ребенка Ну мне не звонят По крайней мере Не было такого Подрастающее поколение Пока надежд не подает Следует примеру взрослых Бывает В опорной забегают Конечно Там дядя пьяный Приходится Идем Смотрим Проверяем А так Нет Не звонят Андрей Иванович А вообще Какими основными принципами Должен руководствоваться Участковый Именно в своей работе? Я думаю Главный принцип Это Добропорядочность Честность Если ты сказал Кому-то что-то Значит Так должно быть И от этого Не отступать Никуда И тогда Наверное Будет и доверие От граждан Соответственно Помощь Участковому При его работе Никакой корысти Не должно быть В работе Вежливость Тактичность Все элементарные Принципы Скажите А вы на что нацелены? На то чтобы преступник Обязательно сидел Или на то что людям Можно и необходимо В некоторых случаях Давать второй шанс Все таки Несмотря на то что Ваша деятельность Жестоко регламентирована Законами Жестко Наверное какое-то Пространство для маневра Есть Ну Все Только в рамках закона Преступник должен сидеть Или не должен Это не мы решаем Я нацелен на то Чтобы найти Этого преступника Ну конечно Если человеку реально видно Что раскаивается Я думаю Можно давать Второй шанс Нет Вы знаете Я говорил немного не о том Вот Есть человек Явно проблемный Это видно и понятно Ну вам тем более Как профессионалу Соответственно Вы можете ли с ним Какие-то беседы проводить Или просто следовать По питану Прекрасно понимаешь Что в течение Двух-трех недель Месяца или двух Но он по-любому Совершит преступление Это неизбежно Вот здесь как лучше Довести человека до края Чтобы он спокойно Отбыл места решения свободы Или пытаться как-то Его удержать От совершения преступления Нет Ну конечно Наша задача Удержать человека На то и направлена Профилактика Ну порой Просто нереально Удержать Сейчас вот Бич Нашего общества Это наркомания Там с человеком Если даже проводить Беседы Как бы мало Они На него Влияют Воздействуют Он может Побеседовать И через два часа С ним беседу проведешь Через два часа Он может совершить преступление И говорит о том Что Ну человеку безразлично Что ему доводит А это бич недавнего времени Или он вот Те четыре года Что вы работаете Он в общем-то был Ну Последние три года Наверное Или два Особо И это в нашем Закрытом Спокойном городе В нашем Закрытом Спокойном городе До этого просто Я Не знаю Как было В нашем Закрытом Спокойном городе Потому что я Родился В Изнесенске Вырос Вот Приехал сюда Сначала Как бы Я Ну не особо Это бросалось в глаза То что Человек потребляет И так далее Сейчас уже Ну По опыту Видно уже Мелимитарно По лицу Человек Потребляет он Наркотические вещества Или не потребляет Курит Марихуану Наверное Вообще Процент И 50 Молодежи То есть как бы Ну это мое мнение Скажите А вот Наркоманы Это кто? Это ребята Из неблагополучных Семьи Или это просто Ребята Где Родители Нет ни времени Ни желания Может уделять им Внимание Время И следить за ними Или ситуации Могут быть Самые разнообразные Нет Такого Определения Из благополучных Семей Наркоманы Наоборот Может быть Даже больше Потому что Они владеют Денежными средствами Поэтому Разные Абсолютно Попадаются Приходишь Родители Нормальные Люди Адекватные Работают Все Трудоустроены Вот сын Допустим Употребляет Но Почему Никто же Не учит Этому Улица Наверное Учит Раньше На улице Курить Учили Сейчас Вот Употреблять Наркотики Скажите А в какой Форме Участковый Ведет Профилактическую Работу С Людьми Находящимися В группе Риска Будем их Так называть Основная Наша Работа Это Проведение Профилактических Бесед Внесение Официальных Предостережений Случаи Совершения Административных Правонарушений Естественно Привлечение К административной Ответственности С целью Недопущения Совершения В дальнейшем Преступлений Скажите А вот Общаясь С Неблагополучными Людьми Вы Что стараетесь Им обрисовать Перспективы Дальнейшего Жития Бытия Скажем В случае Попадания В места Лишения Свободы Или Как-то На другие Моменты Упираете Просто Вот Мне очень Интересно Как я думаю Нашим Радиослушателям Мы то С такими Людьми Дела не Имеем Как правило Идем по улице Если видим Глаз отводим На другую сторону Дороги Вам приходится Наоборот Прямиком К ним Идти Вот Как строится Вообще Разговор Ну С каждым Естественно Индивидуально Смотря Как Какой Настрой У гражданина Есть Подходишь Представишься Поздороваешься Сразу Идет Агрессия В отношении Тебя Тут уже Приходится Доставлять В отдел Полиции И уже Строить Разговор Так Чтобы человек Успокоился Все понял Что он Не прав Если человек Спокойный Не обязательно Привлекать Административную Ответственность Можно Породить Домой Спокойный Человек Пришел Лег спать На тур Станет Наверное Нормально Все будет Совсем По разному Каждому Индивидуальный Подход И все Зависит От Обстановки А вообще Много тех Людей Кого не приходится Отвозить В отделение И можно На месте Решить Все проблемы Или таких Меньшинств Ну Это В основном Мужчины 40-45 лет Которые сидят На лавочке Уже вот Перед подъездом Ну Видно Что Присел Погурить Немножко Выпивши Ну Здесь Не обязательно Человека Брать Вести На свидетельство И так далее Монитарно Жена Выглянет В окошко И Пояснит Что Заберите Мужа Спустится Забирает Мужа Все нормально С другой стороны Отношения Может быть У людей Полиция Меняется Не только Карать Можем Но и С другой стороны Люди Понимают Что Идет Человек Пьяный Мы Его Забираем Это Как бы Нам Нужно Он Не думает О том Что Пройдя 10 метров Могут Подлететь Несколько Подростков Избить А покрасть И так Далее То есть Он является Объектом Преступления Может Но Люди Этого Не понимают В зимний Период Элементарно Человек Может Упасть Замерзнуть А все Думают Вот Вам Делать Нечего Найдите Другое Занятие Что У меня Забираете Я Нормальный Потому что Все Думают Что Они Нормальные Хотя Он Уже Идти Не Может Но Он Думает Что Он Нормальный И Лежит Здесь По Делу Сможно Человеку Спасаем Жизнь Здоровье Многие Этого Не Понимает Ну Хорошо Мы Сейчас Разговариваем Про Пьяных Людей Бывает Такое Что Человек Скорее Всего Молодой Пребывает Явно В состоянии Тяжелого Наркотического Опьянения Нет Ну Сейчас Все Просто Сейчас Сразу Вызывает Скорую Помощь На место Нужданину Приводит Чувство Как Если Даже Он Наркотическим Либо Алкогольным Доставляем Приемный Покой Скорую Помощь Доставляет То есть Умереть Никому Не Друзья Телефон Прямого Эфира 3074 Мы Ждем Ваших Вопросов Также Мы Проводим Голосование На тему Доводилось Ли вам Обращаться За помощью К своему Участковому Если Ваш Ответ Да Звоните По телефону 31420 Если Ваш Ответ Нет Звоните По телефону 31421 Пока Что Голоса Распределились Поровну 50 на 50 Андрей Иванович Я Так Понял Ну вот Мы сейчас Говорили Про людей Которых Там Как-то Задерживаешь Доставляешь Это Происходит Во время Обхода Территорий Да Ну не только Почему Также Граждане Звонят Там-то Там-то Лежит Или Там-то Там-то Пьют По-разному В основном Основная масса Конечно Во время Обхода Территория Территория Административного Участка Видишь Человек Уже Потерялся Неадекватен Естественно Мимо нельзя пройти А обход Территорий Он совершается По плану По графику Или когда Есть время Ну вообще Он ежедневно Очисляется Ежедневно Конечно То есть Тут график Не нужен А задачи Вот какие Ставятся Во время Обхода Во время Обхода Задача Пьяных С улицы Забирать Ну да Нет опущения Административных Правонарушений Преступлений На улице Возможного Розыска Лиц Находящихся В розыске Тавтология А доводилось Вам задерживать Лиц Которые находились В розыске Ну вот рядом С милицией Рядом С созданием Полиции Прошу прощения В которой Распутаюсь Там висит Такой красивый Стенд С прекрасными Лицами Тех Кто у нас Или в розыске Или пропал Вот доводилось Вам таких людей Встречать Прямо на улице Во время обхода Нет Такого не доводилось Ну разное бывает Самому нужен Человек Например Вступил в заявление Дома не живет Идешь Попадается Навстречу Ну всякое бывает Ну так Чтобы какой-то там Особо опасный Не было такого Андрей Иванович Вот недавно В СМИ Появилась новость О задержании Молодого человека Который занимался Тем что Ну как я понимаю Вот именно Грабил Женщин и пожилых людей Скажите Насколько серьезно Сейчас обстоят дела Именно с юношеской И подростковой Преступностью Ну здесь наверное Более подробно Может ответить Инспектор по делам Несовершеннолетних Ну вот этот данный Молодой человек Вот вернемся К вопросу Какая работа проводится Вот этот молодой человек Он совершил преступление Был задержан Доставлен В управление Приведя с ним все Следственные действия Он был отпущен И через два часа Он совершил Новое преступление Вот и к тому Что молодежь Она ничего не слушает То есть Ну Такие бывают ситуации А вы с проблемными ребятами Пытаетесь общаться Или это все-таки Уже работа отдела По делам несовершеннолетних Нет Почему мы со всеми общаемся Идя по подъезду Также Пошли обход От жилого сектора Например Видим подростков Подойдешь Поговоришь Какие мысли Познакомишься с ними Опять же Предупредишь о том Что Не желательно совершать Потому что В дальнейшем Это опять же Все сказывается По жизни Со всеми работаем Скажите Есть какая-то разница В общении Вот С Мужчинами среднего возраста Которые сидят на лавочке Распевают И ребятами Явно Сомнительного И подозрительного Вида Или вы в общем Подходите ко всем С одинаковыми словами Нет Со всеми по-разному Нельзя с молодежью Разговаривать Как с мужчиной Соркалетним В глазах этого Молодого человека Будешь выглядеть Сам Соркалетним Поэтому нужно Как бы Маленький сленг Подростковый Использовать Чтобы Они понимали Доходчивее А с мужчинами Уже Основной говоришь Не мне тебя учить Мне 29 лет Тебе 60 Скажите А вообще Стоит ли Налаживать Этот диалог С подростками Или в общем Вы здесь Мало что можете сделать Нет Стоит налаживать Диалог Обязательно Просто Младые люди Они не понимают Что Совершив сейчас Какое-то Небольшое хищение Из магазина И получив Судимость За преступление Небольшой тяжести Это на всю жизнь И в дальнейшем Будут проблемы С трудоустройством На работу Захочет он куда-то Перегорит у него все Одумается А уже Будет просто поздно Многие этого Не понимают Пытаешься донести Эту информацию Что не нужно Подумай Ужна ли тебе Эту пачку сигарет С которой ты хочешь Убежать из магазина Или не нужна В таком плане Отработаем Андрей Иванович У журналистов Есть У корреспондентов Которые работают На улице Такой профессиональный Навык Вырабатывается Почти чутье Они понимают Кому можно Подойти с микрофоном А кому нельзя Ну то есть Ты подойдешь Он тебя проигнорирует Вот вы вообще Своим взглядом Можете оценить С кем стоит разговаривать А с кем это делать Уже бессмысленно И из кого точно Вырастет Матерый уголовник Я думаю Разговаривать Нужно обязательно Со всеми Вырастет Матерый уголовник Или нет Это уже Жизнь покажет И это просчитать Наверное Нереально Он может сейчас быть Дерзким И нетактичным Пройдет полгода Год Совсем другой человек Может быть Элементарно Сходит в армию И все Изменится в его голове Сознание Андрей Иванович Еще одна болезненная И к сожалению Распространенная В нашем городе Ситуация Подростки Облюбовали Какой-то подъезд Не оборудованный Домофоном Тихий двор Устраивает ежедневно Там Посиделки Застолья Ну понятно Что каждому подъезду Участкового Не представишь Я думаю У нас подъезда В городе Больше чем Сотрудников Во всей полиции Вот что в таких случаях Может и должен Сделать участковый И вообще Реально ли Эту проблему решить Многие звонят Жалуются Я в этом уверен Но Здесь же тоже Надо понимать Что возможности Ограничены Конечно Возможности Ограничены Основная масса Ну ситуации Какие То есть Один подросток Живет в этом доме К нему приходят В гости друзья Вот они сидят Около окна Нас вызывают Шумят Ну в основном Всегда говорят Пьют И все прочее Приходишь Ну подростки Просто стоят Разговаривают Общаются Формально И выгнать И выгнать Их не за что Находят Человек в подъезде У нас не запрещено В подъезде Находиться Вообще Ну Просто Сила убеждения Все таки Просишь удалиться Чтобы не мешать Другим людям Но с другой стороны Для себя Черпаешь информацию Знаешь Кто находится В подъезде В дальнейшем Уже Если что-то Где-то произошло Описание Уже Ага Вспоминаешь Где-то ты видел Этого подростка Так для информации Для себя Это очень важно Так вот Было раскрыто Мое первое преступление Так же я Просто знал Кто собирается В подъезде А что это было За преступление Если не секрет Это был Квартирный грабеж То есть Подростки Залетели в квартиру Забежали Толкнули бабушку Забрали документы Ордена И убежали Угу Вот я пришел Бабушка То есть Описала мне Кто забегал к ней Ну и все Преступление Было раскрыто В итоге Ну то есть По большому счету Участкового полномочного Нет возможности И средств Для того Чтобы прийти И разогнать людей Да Они или собираются Если они не совершают Никаких Противоправных действий То Выгнать По закону Я не имею права Угу Тоже вот элементарно Вот вы стоите В подъезде Я подхожу И говорю вам Уйдите из подъезда Вы задаете вопрос На каком основании Правильно? Ну наверное да Ну наверное я уверен В этом Что вы так спросите Почему я должен уйти Если я просто стою И с вами например Стоят три девушки еще Почему я должен Вас выгнать На каком основании Должны уйти оттуда А если речь идет В позднее время У нас ведь Комендантский час Сейчас насколько я понимаю Нет ну естественно Если я выясняю Что в лицо Должно уже Находиться дом В это время Ну я Естественно Заберу вас с собой И вызову родителей И передам родителям Но если Совершеннолетние люди Стоят Ничего не совершают Никаких административных Правонарушений Как бы забирать И выгонять Поблематично Поэтому Начинаешь просто общаться Товарищи Обещают Что шуметь не будут Все что там В упаковке Чипсов выкинут И разойдутся Андрей Иванович А часто люди Пытаются вас тянуть Свои внутрисемейные Разборки Ну это Сложно будет сделать Потому что Грань Все равно Можно чувствовать А где вот Эта кстати Грань Которая отделяет Личную жизнь От того Чем должен заниматься Участковый В плане семьи Я вот неоднократно В моей семье В плане Нет Я просто неоднократно Был свидетелем Значит Идет Милиционер Ну тогда еще Милиционер Это было там Давненько И к нему Подбегает женщина Рассказывает Что у нее муж Лежит пьяный На работу не ходит Ну надо что-то сделать На что полицейский Отвечает Ну вы от меня Чего хотите Я был там Не родственник Никто Лежит пьяный Решил полежать Пьяным Вот у вас Бывают такие случаи Или у вас Народ как правило Не беспокоит Такими ситуациями Не ну ситуации Всяких разных Много Все не вспомнишь Это бывает конечно Взывает жена Муж пьет Нигде не работает Сделайте с ним Что нибудь Обычно Такая просьба Поступает Сделайте с ним Что нибудь Заберите его Куда нибудь Объясняешь Человеку Что я Забрать Человека Прописанного В квартире Находящийся Помимо жительства Трудоустроиться Советуем Андрей Иванович Вот коллеги Подсказывают Вопрос А как Самые близкие Родные люди Относятся К профессии Вашей выбранной Смирились Или в общем Изначально Поддерживали Ну уже процентов Наверное На 60 Смирились Все таки Смирились Еще немножко Как бы Все равно Не нравится То что У меня нет Постоянно дома Ну я Тоже провожу Работу Отправлен на то Что в семье Все смирились С этим Что у меня Постоянно нет Ну хорошо Андрей Иванович У нас в полиции Работают много Это факт А вот Это со временем Как-то меняется То есть Вам становится Проще работать Становится меньше Преступление Или может Новые средства Техники Камеры видеонаблюдения Помогают раскрывать Преступление Быстрее и легче Да Естественно Видеонаблюдение Помогает раскрывать Преступление Но Здесь такой нюанс Что Не каждая камера Видеонаблюдения Может помочь То есть Есть такие камеры Видеонаблюдения Она может Только зафиксировать Сам факт Больше Видно там Ничего не будет Качество Хромает Вот в этом плане Есть видео Хорошего качества Вот например На общежитиях Московской 38.1 38.20 Стоит видеонаблюдение Ни одно уже Преступление Раскрыто С их помощью То есть Реально помогают То есть Там и качество Соответствующее А преступления Наверное Их меньше Не будет никогда В принципе Все на одном уровне Остается Как бы Из года в год Скажите А вам начальство Дает какие-то Целевые указания То есть Необходимо раскрыть Не меньше Такого-то Процента Преступлений То есть Надо же тоже Как-то Милицию ориентировать На работу Ориентир один Раскрыть Все преступления Пусть Конечно Не получается У нас Раскрыть Такая идеальная цель Которой Надо стремиться Обязательно Для этого Мы и созданы Наверное И служим Для этого Если совершено Преступление Оно должно Быть раскрыто Это вот Единственный Принцип Нашей работы Еще Андрей Иванович Коллеги Подсказывает Вопрос Какие качества Добродетели Нужно привить Детям Чтобы те Выросли Законопослушными Гражданами Это уже Видимо Как молодому Родителю Ну Наверное Дети Должны Любить Родителей И тогда Уже Вырастет Нормальным Человеком Гражданином Ну и Со стороны Родителей Естественно Должно быть Определенное Воспитание Внимание Уделять Друзья Телефон Прямой эфир 3074 У вас Есть еще Немного Времени Чтобы задать Вопрос Также Мы сегодня Проводим Голосование На тему Доводилось ли Вам общаться За помощью К своему Участковому Если ваш Ответ Да Звоните По телефону 31420 Если ваш Ответ Нет Звоните По телефону 31421 Андрей Иванович На примере Вашего участка Как за последний Год-два Изменилась Криминальная Обстановка В Сарове На примере Нашего Административного Участка Преступность Снизилась То есть Если взять Например 2011 2012 Год 2013 То пик Был По-моему 2012 Ну 2011 То есть Примерно Одинаково Поработав Со старшим Участковым Читаевым Олегом Александровичем С малышем Олегом Николаевичем На участке То есть Были Ряд лиц Были Места решения Свобода И маленькая Криминальная Обстановка Нормализировалась Но еще У нас Что Способствует Наименьшему Совершению Преступления Это отсутствие Развлекательных Учреждений Злачных мест Ну Злачные Кому Злачные Некоторые Идут как в ресторан Да Нет у нас Таких Кафе Там допустим Как Рябинушка Феллини Поэтому Более-менее Обстановка С основной Массы Преступлений Не совершается Вот в таких Заведениях Потерял телефон Написал заявление Что украли Что бы нашли Ударили Заявление Кто ударил Что ударил В основной Массе Никто ничего Не помнит Потому что Все находятся Ане алкогольного Опьянения Раскрыть Такие преступления Тоже очень тяжело Потому что Информации Вообще Никакой Андрей Иванович Вы сказали Что количество Преступлений Общее снизилось Оно снизилось Целым ровно По всем категориям Или Где-то больше Где-то Совсем незначительно Ну вот Краш Например Из садовых домиков Снизилось Процент То есть Я беру На примере Нашего Участка Ну а так В целом В среднем Всего Понемножку Об уличной безопасности Если говорить Меньше стало Такого То есть Спокойнее у нас Стало по городу Передвигаться ночью Время праздников Наверное Мы стремимся К этому Чтобы Каждый день Было спокойно На улице В принципе Я думаю Особо гражданам Нечего опасаться Просто нужно Немножко быть Повнимательней Опять же Преступления Совершаются В отношении Определенных лиц Порой Порой Эти лица Сами Провоцируют На совершение Преступления Андрей Иванович Вот буквально Только что Вопрос возник У нас ведь Люди Не только Убывают В места лишения Свободы Они еще Из них И возвращаются Вы таких Ставите На особый контроль Как-то следите Наблюдайте За ними Потому что Одно дело Если человек Отсидел Несколько лет За кражу Другое дело Если это Убийца Вернулся Да Естественно Сейчас Принят закон В административном Надзоре То есть Лица Вернувшиеся Из мест лишения Свободы Затяжкие Судимые Затяжкие Особенно тяжкие Преступления А также Преступления Против Несовершеннолетних В случае Совершения Ими Правонарушений Двух То есть В отношении Их решением Сюда Может быть Установлен Адмистративный Надзор Соответствующими Ограничениями Это люди Уже Стоят на Особом контроле Если Лицо Такое Вернулось Из мест лишения Свободы Оно обязательно Ставится на Учет Формально Если Подпадает Под действия Административного Надзора Естественно Со всеми Проводится Профилактическая Работа С целью Недопущения Преступлений Совершения И вообще Любой гражданин Который вернулся Из мест лишения Свободы То есть Мы в курсе Что такие лица Есть Они естественно Стоят на Учете Проводится С ними Профилактическая Работа А были случаи Когда Возвращавшиеся Преступления Были Можно сказать Что это вообще Характерная картина Человека Который вернулся Ничего хорошего Ждать не стоит Да нет Почему По разному Просто уже Есть которые Возвращаются Уже не первый раз Судимые Если До этого Человек Совершил Преступление Отбыл наказание Прибыл через месяц Совершил преступление Убыл И он опять приезжает Ну естественно Скорее всего Он опять совершит Преступление Шла от характера Такой На моей памяти Вот такой Один гражданин То есть он Совершает преступление Имея например При себе деньги То есть он может Купить себе Все что угодно Но он находится В состоянии опьянения И уже совершает преступление Хорошо Андрей Иванович Последний Кому вопрос Есть какие-либо Тенденции Которые вызывают У вас опасения Тенденции Вот мы с вами Про наркоманов Говорили Ну это естественно Вызывает опасения Страшно За подрастающие Поколения На этом пока Перечень исчерпывается Будем надеяться Что и упомянутая Вещь тоже сойдет На нет Ну что ж Уважаемые радиослушатели На этом все Напоминаю Что сегодня У нас в гостях Был Участковый полномочный Андрей Иванович Семушкин Победитель Областного этапа Всероссийского конкурса Народной участковой Андрей Иванович Мы вас еще раз Поздравляем Желаем вас успехов Желаем вам успехов В работе Совсем уже заговорились К концу эфира Сегодня мы проведили Голосование на тему Доводилось ли вам Обращаться за помощью К своему участковому Голоса распределились Поровну 50% дозвонившихся Обращались 50% как-то Видимо обошлись Без этого Андрей Иванович Вам как бы хотелось Чтобы было больше тех Кто обращался Или наоборот Тех кому не довелось Этим заниматься Нет Конечно лучше Если побольше Будет тех Кому не доводится Обращаться К участковому Если человек обращается Значит есть какие-то проблемы Не всегда Конечно обращаются Именно Сообщениями о том Что совершено преступление Или правонарушение Будет просто За консультацией Куда В дальнейшем обратиться Одна из наших функций Это объяснить человеку Что делать В сложившейся ситуации Кому обратиться В какую службу Где ему помогут Непосредственно Ну что Спасибо Андрей Иванович Спасибо вам За то что согласились Прийти к нам на эфир Друзья На этом все Услышимся совсем скоро До свидания Говорит Саров